Ну это очень большой писатель, такой великий русский писатель и очень здорово, что после распада Советского Союза, после запрета от цензуры, страна начала возвращать долги. И он был дважды награжден государственной премией в области литературы. Он награжден премией правительства, то есть он в принципе купался в каких-то наградах, очень иронично относился к этому, понимая, что это в общем-то за прошлые заслуги. Но при всем при этом продолжал работать, продолжал работать, продолжал с этим жить. У него были, наверное, не самые простые отношения в семье и с окружающим миром. Но то, что он взял на себя бремя создания русского пенцентра, то, что он хотел очень многого для новой России. Вообще считал, что мы такая гуманитарная империя, которая дала миру очень многое. Мы дали литературу 19 века, мы дали мораль, мы дали богоискательство. И Андрей Георгиевич в этом смысле ощущал себя частью этой империи. Вот это вот тривиально уходит эпоха или ушла эпоха. Это, наверное, о нем. И мы пытались как-то его зарядить новыми заказами, пытались усадить его за стол. Да, он действительно писал, он писал все последнее время, но вот как-то Боженька распадился иначе. Не дал ему дописать, не дал ему до конца сказать, хотя то, что он сказал, то, что ему удалось выразить, это уходило много поколений. Читать, анализировать. Это книги умные, это слишком умные книги. А это совсем нелегкий жанр. Даже трудно определить, в каком жанре он работал. Это жанр будораживающей мысли. И, в общем, мы прощаемся с человеком, который будоражил мысль нескольких поколений.